МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Облав не будет. Министр внутренних дел Украины запретил милиции участвовать в незаконных действиях представителей военкоматов относительно вручения повесток. Также Арсен Аваков приказал правоохранителям реагировать на все обращения граждан, которых, по их мнению, пытаются незаконно мобилизировать. Об этом он написал в комментариях к сообщению на своей странице в Фейсбук. Дал категорическое требование милиции не участвовать в облавах военкомов. Более того, реагировать на обращения по проверке имеющих место незаконных действий отдельных горе-военкомов. Новые сведения в деле Насти Бабковой. Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки причастен к еще одному подобному преступлению. К счастью, в этом случае ребенок остался в живых. Было совершено преступление, оно было не раскрыто. Но по этому преступлению было все сделано, что возможно сделать. В том числе проведены экспертизы вещественных доказательств. И когда у нас появился человек, которого можно примеривать к этому преступлению, конечно, были сделаны экспертизы. И этот тот человек, он будет отвечать еще и за другое преступление. Подозреваемый в двух преступлениях против несовершеннолетних находится в следственном изоляторе. Сейчас расследование находится на завершающей стадии. В течение месяца правоохранители передадут дело в суд. Напомним, 13 июня на Хортице нашли труп 8-летней девочки. В этот же день задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Помощь на фронт. Запорожские осужденные конструируют для бойцов АТО противотанковые ограждения. Или, как их еще называют, ежи. Сейчас этим занимаются в двух колониях региона. В 55-й Софиевской и в 101-й Каменской исправительной колонии. Первую партию госзаказа сделали на этой неделе. Как проходит процесс изготовления, видели наши корреспонденты. В одном из цехов Каменская исправительная колония номер 101 трудятся над созданием очередной партии противотанковых ежей. Говорят, за одну смену могут сделать 30, а то и 40 таких конструкций. За 10 дней осужденные переработали 25 тонн металла и создали свыше 300 ежей. Обучать рабочих не пришлось. Людей для этой работы отбирали по специальности. Сварщики, сверлильщики. На металлоскладе ребята работают. Нужна их как сила, чтобы перетаскивать это все, потому что они тяжелые. Кого попало, не набирали. У них тоже это плюс, потому что они получат поощрение, могут выйти на удов. То есть, они только за для такой работы. Осужденным предоставили чертежи и 12-метровые металлические полосы. Их они разделяют на части. Далее всё необходимо надёжно скребить между собой. Сверлим дырки, чтобы соединять. Бежим. На болты соединяем. Каждая такая конструкция может огородить бойцов АТО от танков и пехоты. Эти шестиугольные звёзды размером около метра в высоту. Они состоят из частей, которые крепко соединяются между собой таким образом, чтобы конструкция выдержала вес танка. Это противотанковый ёж, который останавливает танк при его ходе на границе. И есть возможность его в этот момент обстрелять или уничтожить. То есть, он границу пройти не может. Там вырезаны специальные пазы, которые делают ребра жёсткости. Они не дают ломаться. Они только болтами держатся. Болты её просто крепляют между собой. Первую партию госзаказа 101-я колония сдала на этой неделе. Планируется, что в августе осуждённые будут изготавливать новые противотанковые ограждения ещё из 40 тонн металла. Евгений Маловик, Константин Пороскевич, ТВ5. Льготникам нет. Постановление Кабинета министров Украины ограничило ряд категорий граждан, которые пользовались льготами на оплату коммунальных услуг. Теперь часть пенсионеров и инвалидов будут оплачивать полную сумму. Раньше в Запорожской области льготы на коммунальные услуги получало более 200 тысяч семей. Теперь это число сократилось почти в два раза. Кто вошёл в ряды тех, кому не стоит переживать, а кому же сейчас нужно задуматься об экономии, далее в сюжете. Буквально все льготы с первого числа все отменяются. Пельги на житловые коммунальные послуги, на телефон, установленные в квартире. Ну, в общем, на все. Такое уведомление в этом месяце получила Галина Марковна. Пенсионерка всегда пользовалась льготами. Такая новость стала для женщины шоком. Это неприятно, потому что мало того, что надо вдвое больше платить, ещё одну сумму за квартплату платить, и лекарства у нас какие-то. Хотя бы лекарства дешевле были, уже как-то там на квартиру выкручивался. Основная часть пенсии Галины Марковны уходит именно на лекарства. Она инвалид первой группы. Ещё во время войны перенесла тяжёлые заболевания. С годами появились осложнения. Лечить никогда было. Папа был военный. Ну, не военный, но он служил как раз. Время, началась война, он первые дни попал в плен. И в 42-м году папа в плену умер. Прислали. Ну, это уже после войны прислали. И я всё время получала. Так вот, за папу там какие-то пособия получала. А льготы я получала, как только ввели их во время, я всё время получала льготы. 50% у меня была коммунальная оплата. Именно из-за пособия и высокой пенсии после 40 лет работы на заводе Галина Марковна лишилась льгот на оплату коммунальных услуг. В связи с постановлением Кабинета министров Украины теперь получать льготы будут только те граждане, совокупный месячный доход которых составляет меньше определенной суммы. Если категория, так называемый, как «дитё войны», получает пенсию до 1710 гривен, он и не почувствует введение этого механизма. Если это, к примеру, находящийся на пенсии прокурор, судья, работник милиции, и у него доход выше 1710 гривен, льгота по жилищно-коммунальным услугам ему не предоставляется. Если у него понижается доход, и он это уведомляет Управлением Судзащиты, то льгота опять продолжается. Раньше в Запорожской области льготы на оплату коммунальных услуг получало более 200 тысяч семей. Теперь число льготников составит всего 80 тысяч. Согласно постановлению Кабмина, льготы теряют. Пенсионеры, бывшие работники образования, культуры, охраны здоровья, защиты растений, многодетные семьи, дети войны, участники войны, члены семей погибших ветеранов войны и милиционеры на пенсии и члены их семей. Но есть ряд льготников, которым не стоит переживать. Это инвалиды Второй световой войны, мировой войны. Это инвалиды локальных войн. Это инвалиды, участники антитеррористической операции. Это не коснется и участников боевых действий. Это те же самые войны, о которых я перечисляла. При этом у нас есть закон о социальной защите, о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. То есть этого закона, эти нормы тоже не касаются. Квитанция на оплату коммунальных услуг Галине Марковне еще не пришла. Женщина ожидает увидеть в ней сумму примерно в полторы тысячи гривен. В то время как раньше платила 400. Поэтому уже думает, как будет экономить. Значит, что-то куплю, не даем, за одежду вообще буду молчать, потому что тут уже то, что есть, буду донашивать. Медицинское обслуживание жителей Заводского района станет эффективнее. На базе Центральной районной поликлиники планируют открыть новую поликлинику и зал реабилитации пациентов. Долгие годы из-за отсутствия финансирования это были лишь планы. Сегодня их воплощение стало вполне реальным. Подробности в сюжете Натальи Зайченко. Центральную клиническую больницу Заводского района Инна Бочарникова возглавила около года назад. В медицине она не новичок, проблемы отрасли знает досконально. В каждой больнице есть необходимость в ремонтах или закупке нового оборудования. В четвертой клинической вопрос глобальнее. Хотелось бы, чтобы больница полностью в сборе функционировала в одном здании. Для этого необходимо нам отремонтировать и меблировать один этаж, переселить специалистов узких из поликлиники по обслуживанию взрослого населения сюда и на базе этого отделения сделать такой вот зал реабилитации, что очень актуально сейчас. Деньги для реализации этой идеи нужны немаленькие. А в сегодняшней ситуации с дефицитом средств на бюджетное финансирование надежд мало. О медицинской программе, инициированной главным инженером Запорожстали, Владимиром Буряком главврач узнал от коллег из других лечебных учреждений. Официально конкурс стартовал и в ее больнице. Куда направить деньги, с коллективом обсуждали не раз. По планам здесь будет поликлиника по обслуживанию взрослого населения, узких специалистов. Узких специалистов поликлиника? При четвертой больнице. Здесь необходимо и врачи хирургических специальностей, окулисты, лоры, хирурги. Необходимо оборудование, хирургические инструментарии. Закупить оборудование. И поликлиника готова функционировать. Мечта медработников центральной больницы Заводского района – открыть на базе поликлиники зал реабилитации. Помещение есть, дело за малым, но дорогим. Это ремонт и закупка оборудования. То есть они здесь будут какие-то физиопроцедуры проходить? Да, физиопроцедуры этажом выше, а здесь вот какие-то тренажеры, какие-то лечебная физкультура, элементы и так далее. Вот такие. Хорошая мысль. Я рад. Зал реабилитации больные смогут посещать бесплатно. Пока же своим пациентам медики предлагают альтернативу. Одна из них – школа для больных с сахарным диабетом. Ежегодно ее посещают сотни пациентов. Это на общественных началах. Как бы никаких ставок, зарплат здесь нет. Это наша помощь больным – помочь адаптироваться с этой болезнью, узнать о ней, что делать, как. Идей по благоустройству медучреждения много. Куда в первую очередь направить деньги медицинской программы определяет сам коллектив. Четвертая больница, ее возможности сегодня есть огромные в плане более лучшего оказания помощи медицинской жителям этого района. Люди у них есть, специалисты у них есть. Просто нужно помочь им провести ремонты отдельных кабинетов, где будут находиться узкоспециализированные специалисты, которые будут готовы помочь гражданам города Запорожья. Но вот денег, как всегда, не хватает. Вот такой грант – это громадное подспорье. Очень хорошо, что у нас в городе есть социально ответственный бизнес, который организовал такой фонд и финансирует подобные вещи, не только о здравоохранении, в образовании, в культуре и так далее. Городская медицинская программа Владимира Буряка – не единоразовая акция. Сотрудничество обещает быть долгосрочным. В нашем понимании должна выработаться долгосрочная программа. То есть мы у вас проводим конкурс, кто-то побеждает, вы его реализуете. И мы с вами встречаемся много. Вы придумываете опять новые свои проекты, которые… И так хотелось бы в течение трех месяцев на такой квартальной основе, чтобы у вас проходили данные. Свои проекты в рамках программы медики обещают представить в течение двух недель. Лучший определит экспертный совет. Наталья Зайченко, Олег Мовченюк, ТВ5. Наука бьется над тем, чтобы как-то спасти. На протяжении нескольких лет листья каштана в городе к концу июля становятся желтыми, а в августе деревья полностью сбрасывают крону. Это проблема всеукраинского масштаба. Чем болеют запорожские каштаны и возможно ли им помочь, узнавала Галина Знаминская. Так выглядят здоровые листья конского каштана. А такими их видят большинство горожан. Листья деревьев желтеют, на них появляются рыжие и коричневые пятна. А к концу лета на улицах можно видеть и вовсе только голые стволы. Городские дендрологи знают причину болезни деревьев. Во всем виновата минирующая моль. На родине, в подходящих для этого дерева условиях, он поражал его гораздо меньше. И таким образом такого вреда не наносил этому дереву. А теперь, когда у нас оно сильно поражается, как уже сказал, наука бьется над тем, чтобы как-то спасти эти деревья, поскольку одним из решений этого вопроса является заменить этот каштан другим видом. Каштана, который внешне очень похож, но не поражается этим вредителем. Развитие минирующей моли и бурой пятнистости на листьях каштана способствует сухой климат и особенность почвы. Влияет и отсутствие биологической среды, которая может поглощать этих вредителей. Но есть каштаны, которые не поддаются этой болезни. Ну и главный конкурент конского каштана обыкновенного – это конский каштан мясокрасный. Это растение с розовыми цветами, очень похожее по форме роста, по листу. Вот такой вот у него листик. Цветы у него розовые, еще более такие эффектные. У нашего каштана желтоватый, там беловатый, чуть-чуть с розовинкой. А это чисто розовые цветы, очень красивые. И, как видите, лист его практически не поражается молью и практически не поражается пятнистостью. На выращивание здорового каштана с мощным стволом и красивой густой кроной уйдет не меньше 30 лет. Если срубить все деревья, пораженные минирующей молью, на многие годы город лишится красоты весеннего цветения каштанов. В Запорожском зеленхозе о болезнях деревьев знают. Но конкретного решения проблемы у агрономов нет. Может быть, имеет смысл в последствии заменить их более другими, устойчивыми ко всем вредителям болезням деревьями. Это большое разнообразие в нашем хозяйстве. Я не знаю, дубы многих видов, красиво, быстро растущие, довольно-таки устойчивые. Клены много видов, даже акации. Специалисты говорят, лечить больное дерево в городских условиях невозможно. Пораженные молью каштаны нужно спиливать. Замена всех больных деревьев на другие зависит от финансирования городской властью этого проекта. Галина Знаменская, Денис Опалев, ТВ5 Молодая девушка уснула вечером, а проснулась через 20 лет. Все изменилось. Единственное, что осталось прежним, она сама. Как выжить в будущем, суметь найти свою любовь и стать счастливой снова? Смотрите сериал «Аврора» сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация выпуска. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите главред.tv5.zipi.ua В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok